Подросток 13 лет. Профессионально занимается хоккеем. Периодически беспокоят боли в колене. Последнее обострение два дня назад после тренировки. Жалобы на боли в колене, боли при приседании, ходьбе по лестнице. На МРТ направлен врачом при спортшколе. Область исследования. Правый коленный сустав. Исследование САК-КОР-АХ проекциях. Импульсная последовательность. СЕ-Т1-Т2В-ПДФС. Контрастное усиление не проводилось. Суставные поверхности ровные. За над коленником, вдоль мышелков бедренной кости и в полости сустава определяется небольшое количество свободной жидкости. Свежие костно-травматические костно-деструктивные изменения не выявлены. Костная структура без особенностей, зона роста костей по возрасту. Патерлофероморальное сочленение без особенностей. Внутри и внесуставные связки. Передняя крестообразная связка, задняя крестообразная связка, коллатеральные связки, собственная связка над коленника не изменены. Признаки дегенеративных изменений медиального мениска 1-2 степени, на фоне которых определяется застарелый комбинированный разрыв заднего рога с выходом на две поверхности мениска. Признаки дегенеративных изменений латерального мениска 1-й степени. Гиалиновый хрящ суставных поверхностей прослеживается, не изменен. Периатрикулярные ткани отечные. Клетчатка гофа развита обычно отечно. Данных за наличие кисты бейкера не получено. Заключение. МР признаки разрыва медиального мениска 3-b степени по стойлер. Рекомендовано консультации травматолога для определения дальнейшей тактики лечения. ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МРАИ ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МРАИ Субтитры создавал DimaTorzok